Привет всем, с вами Малина Тревел Короче, пришли мы в среду на рынок, когда он должен быть, а рынка нет Ну вот досада Пипец Типа становился за хлебушком Пускай весь мир подождет Ну так можно сказать Чем их за персиками Будем их брать или пойдем гулять? Будем их брать или пойдем гулять? Вот он за хлебушком пришел Взяли персик и нектарин 2 килограмма 110 рублей Это если на 4 умножать по грубому Сейчас курс 3,5 Ковар Ковар Кусочек Мы нашли такой дом, который выложен маленькой-маленькой плиточкой Представляете? Это насколько заморочечки такие Прикиньте Вон весь дом Весь В этой плитке Смотрите какие симпатичные маркизы Видите? Очень красивые Очень красивые Просто один дом лучше другого А вообще это нервничая Смотрите Какая архитектура Вот дальше Красивый дом Обалдеть Привет Местная Никольская Супер-хлорель Только не горят огонечки Экономия электроэнергии в наше время Экономия воды, экономия электроэнергии Такие кафешки Вот вечером люди выходят, сидят в кафешках Отдыхают, наслаждаются жизнью Днем это сделать нереально Потому что Очень сильная жара Плюс Как вы видите Все Все места Что я хотела сказать? Девочка помогает тебе в воду Вот такая девчонка Красота Ну и единственный парк Единственный парк в этом В этой деревне Плюс 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 Друзья Мы у деда кукурузу брали Это куда? Ну это наверное в другой стране А вот здесь прямо Прямо? Да Здесь? Да Можно здесь Вот здесь Можем 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 Не знаю Будет ли кому-то это интересно Просто посмотреть в уличке Просто увидеть Можем Очень симпатично здесь Мы прям вышли в какой-то спальный райончик Все уложено Посмотрите Какие красивые дома Какие кусты Очень классно Так Здесь у нас что? Была какая-то кафешка Видимо закрылась Ну Стоп Ну Прям Там Вообще Очень красивые улочки Ну почти У каждого Третьего Вот висит флаг Не каждого третьего Что-то преувеличило походу Много у кого висит флаг Турецкий А Ты Ну Балдеж В общем какой-то Очень красивый Прям Намолу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие роднички обычно устанавливают в память усопшим. Такие красивые, можно подойти, попить водички, умыться. А сверху указывают табличку того человека, в честь которого он установлен. В туристическую визу обычную нам сказали, сделаю только на неделе-две. Нужен был больший срок, чтобы переждать сезон в Турции. Нам сказали, если вы сделаете визу по приглашению, что Серёгины родители могли сделать, потому что у них тут ВНЖ, тогда вы сможете получить визу на больший срок до 90 дней. Родители съездили в Болгарии в город Бургас, заморочились с этим приглашением. И вот приглашение обязательно нужно было привезти в Турцию. И с этим оригиналом приглашение идти в консульство Болгарии и там делать визу туристическую, но уже по приглашению. Нам попадалась вообще всякая разная информация, вплоть до того, что в Турции с гражданством Российской Федерации вам просто не дадут визу. Просто даже не примут документы на неё. Но мы решили не полагаться ни на чьё мнение из интернета и просто взять, пойти самим в консульство и разузнать всё по документам. А мы собираемся в Болгарию. За окном просто прекрасная погода. Облака очень прохладно, очень хорошо. Смотрите какие у нас красивые дочки. Люди гуляют. Решили пожить в Болгарии. А Серёга готовит партнер. Всё на месте. Видели? Заценийте. Сейчас добавим туда соус песта. Я вам его вроде показывала где-то. Будем наслаждаться жизнью. Ну что? Сегодня день Икс. Так что же мы решили всё-таки с визами и вещами. В общем, родители сегодня приезжают. Привозят оригинал приглашения, потому что потребовали его в консульстве. Забирают наши вещи, так как они приезжают на машине и едут ждать нас в Болгарию. Ну, это если по первому плану. Ну, а мы с этим приглашением идём в консульство. В первый день сначала узнаём, какие документы нам ещё не хватает, что нам нужно ещё сделать. И на следующий день, соответственно, идём уже подаваться на визу С по приглашению. Что потребуется для того, чтобы сделать приглашение в Болгарии? Вы приходите в миграционную службу, приходите сразу с документами. Выписка из банка на месяц, на человека вы должны показать в 680 лет, грубо говоря. Там же вам выдадут анкету, вы её заполните. Потом эти копии анкет нужно будет заверить у нотариуса. Далее, если вы имеете недвижимость здесь, ну, то есть в квартире, в которой вы проживаете, имеете в собственности, вы берёте с собой документ, подтверждающий, что это действительно ваша квартира. Либо же, если вы её здесь арендуете, эту квартиру, то берёте с собой договор аренды. Ну, а по полной процедуре получения визы по приглашению я сделаю вам отдельное видео и потом вставлю его в ссылочку в описании к этому видео. Сегодня родители забрали приглашение в Болгарию, там, в Бургасе, в Болгарии, и едут к нам. До сих пор сейчас стоят на границе, очень большая очередь. А я убираюсь к генералю, сейчас буду готовить плов. Я всё смотрю на эту маленькую морковку, мне так хочется сожжать, думаю, наверное, 4 морковки для плова это много. Кстати, не делала вам обзор квартиры, в которой мы сейчас живём, ну, уже месяц, наверное. Вот эти апарты мы сняли за 200 лир. Давайте я вам всё-таки её покажу. Это спальная комната. Здесь у нас было постельное бельё, подушки. Кстати, вы можете заметить, если будете в Турции находиться, то если кровать двухспальной, то она, скорее всего, будет состоять из двух односпальных. Да, такая льда. Шкаф большой, вешалки были. Немножко он такой убитый. Одеяло тут было, это кошмар какой-то, лучше не использовать это одеяло. Вот такая чудесная тумбочка. Вот с таким пятном, вот с таким пятном, представляете. Ужас, кошмар. Дверь тут, конечно, такая, она по толщине. Вот так, наверное. Вот такая огромная дверь. Я. Значит, туалет. Ну, как вы понимаете, всё ушатанное, убитое, потрёпанное. Всё там от сколота отваливается. Ну, короче, такой шкаф. Грязная сюда невозможность. Я чуть-чуть протирала. Мне казалось, что мы отсюда быстро уедем, но, видимо, что-то пошло не так. Здесь у нас такая вот батарея. Стиральная машина. Altus. Не знаю, что за фирма. Видимо, какая-то турецкая. Ну, в принципе, здесь более чем всё понятно. Много режимов. Самый минимальный режим, что меня всегда очень интересует в стиральных машинах. 30 минут. Мне, конечно, очень удобно, когда есть 15 минут. Есть вещи, которые хочется просто сполоснуть. Не застирывать, а просто как прополоснуть. Чисто освежить. У меня там лежит бельё. Сейчас буду разрешивать. Соответственно, тумбочка с раковиной. Душевая. Душевая боль полнейшая. Потому что, ну, вообще, как вы можете заметить, всё такое жёлтое. Я, сколько бы я не чистила, она не отмывается уже. Все стены, все двери были в каких-то странных каплях жёлтых, которые, в принципе, легко отирались. Но сами владельцы этого, этих аппарк, почему-то решили за каждым не убирать, не протирать, оставить всё как есть. Они, видимо, только пылесосят, даже полы не моют. Ну что, хотела вам рассказать об этом чудо-душе. Вы можете вот эти вот чёрные точки увидеть. Ну, скорее всего, это и плесень. Но вдобавок это дырки. То есть вы, будучи, купаясь в душе, закрывается вот так, закрывается плотно, но всё равно, да, в процессе купания всё затекает в эти дыры. И, внимание, потом отсюда вот такая большая лужа. Очень большая. Получается, нужно постоянно протирать, иначе неприятно заходить в туалет и наступать в какую-то лужу. Потом из этой лужи ты выходишь в коридор и так далее. И, короче, образуется грязь, месивая. Здесь у нас кухня. Кухня плюс гостиная. То есть вообще у турков принято в кухне обязательно, чтобы был диван, зона отдыха и так далее. Такие комнаты, как у нас здесь, такие квартиры, как у нас здесь, обычно называются 1 плюс 1. Первая единица – это кухня с залом, с зоной отдыха. И вторая единица – это спальня. Часто вы можете увидеть такие значения, как 1 плюс 2, 1 плюс 3. То есть 3 спальни и 1 кухня-гостиная. В основном так. Если значения будут 0 плюс 2 или 0 плюс 1, это, скорее всего, будет небольшая кухня и спальня. Либо 2 спальни, если 0 плюс 2. Здесь у нас есть телевизор, столик. Все было в ужасном состоянии. Ничего не могу сказать. Ничего не могу. Не прибрала еще, к сожалению, диван. Ладно, вы меня простите. Значит, здесь у нас кухонная зона, холодильник. Холодильник в основном всегда стоит маленький в таких апартах. Точно так же всегда стоит вот такая вот варочная панель печки. Как видите, по большому счету, нигде, кстати, не наблюдается. Очень, очень в редких случаях. Дальше здесь у нас... Что у нас здесь было? Давайте начнем с этого. Чайник. Кружки. Две кружки, три стакана. Дальше две... Ну так, две вилки, две ложки, две тарелки. Кстати, вот эта вот убогая сковородка, это тоже их. Не подумайте. Дальше идем. Раз отсек, два отсек и три отсека. Здесь есть вытяжка, но она не работает. Далее у нас стол, три стула. Как вы можете увидеть, вот в таком состоянии наша колоночка. так, и, собственно, все. Все, больше здесь ничего нет. Ну, в принципе, если вам нужно на первое время, да, как бы заехать, ну, тут все есть. Тут даже была жидкость для посуды, если вдруг вам она пригодится, жидкость для мытья рук и жидкость для очистки туалета, ванн, раковин и так далее.